Казахстан преодолел критический момент пандемии. Представители Минздрава сегодня в очередной раз отчитались. Распространение коронавируса удалось остановить. Теперь главная задача снизить смертность от опасного заболевания. Причем сделать это нужно как можно скорее. Уже осенью ожидается вторая волна COVID-19. И если обычно в это время года гриппом и ОРВИ заражается до миллиона человек, то теперь к ним прибавятся еще и пациенты с короной. Какие планы у чиновников на этот счет, знает наш корреспондент Бахтиар Даркеев. В то время как некоторые страны уже столкнулись со второй волной коронавируса, Казахстане до сих пор борются с его первым появлением. Да, розоболеваемость остановили и немаловажную роль в этом сыграло ужесточение карантина. Правда, соблюдали его далеко не все, поэтому и число зараженных такое высокое. К тому же с 1 августа чиновники объединили статистику заболевших коронавирусом и пневмонией. Полученные результаты подняли Казахстан с 27-й на 26-ю строчку рейтинга стран по распространению инфекций. Но международная статистика, судя по всему, для наших чиновников не показатель. Главное это закрепить то, что имеется сейчас. Рост распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей. Можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала. Успокаиваться, конечно, еще рано. Следующим важнейшим этапом борьбы с распространением COVID-19 является дальнейшее снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов. Позади уже 6 месяцев авральной работы. За этот период вирус поразил почти 100 тысяч граждан. Жертвами COVID-19 стали больше тысячи казахстанцев. Только за последние сутки скончались 23 человека. Но такой показатель точно не окончательный. Чиновники уже говорят о второй волне коронавируса. И наступить она должна осенью, когда будет всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всплеск коронавирусной инфекции на фоне сезонного роста заболевания гриппа и ОРВИ он ожидается. И система готова для приема этого возможного удара. В Казахстане, начиная с октября месяца по март, болели или переносили грипп и ОРВИ от 600 тысяч до 1 миллиона казахстанцев. Вот то количество, возможное количество людей, которые могут снова заболеть ОРВИ и грипп. И на них еще может наложиться коронавирусная инфекция. Уже сейчас чиновники стали запасаться необходимыми медикаментами. Причем не на месяц, как ранее заявлялось, а сразу на два. Говорят, что готовятся к самому пессимистичному сценарию. Правда, какому не уточняют. А вот получить те самые таблетки в случае заражения вроде как не составит труда. Главное, при первых симптомах обратиться к своему лечащему врачу. И в случае, если он подтвердится, то пациенту бесплатно выделят 5 препаратов, включенных в протокол лечения. Это парацетамол, либупрофен и три вида антикоагулянтов. О мерах, принимаемых чиновниками по недопущению распространения COVID-19, рассказал наш корреспондент Бахтиар Даркеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова